так я пока напишу тему эфира да сейчас и тему закреплю всем привет друзья так сейчас я закреплю тему всем привет сейчас пока еще не все сообщения вижу хочу закрепить тему ты уже отвернула от себя камеру чтобы лицо мое слишком близко не было потому что мне не нравится блин у меня не получается что-то закрепить тему прикрепить все получилось почему-то не прикреплялась друзья всем привет сегодня у нас прямой эфир с лидером команды зовут даша ваша скоро тоже к нам подключиться очень жду очень интересный эфир у нас намечается и многие я знаю тоже ждали писали мне в директ о том что то нигде эфир извините на пять минут задержались так всем привет вот сейчас вижу ваше сообщение вижу вы мне машете так даша отправила запрос ура привет дорогая привет нормально видно меня за и как в этом хэмди-клаб татьяна татьяна прием роман татьяна я и так все время наш это с наушником передвигаясь сейчас как нормально тебе слышно видно ну вроде да так все хорошо отлично ребят напишите как связь как вам слышно видно нас и начнем тему я закрепила чтобы всем было понятно комментарии мы скоро отключим чтобы они нас не отвлекали то есть теперь можно еще и комментарии отключать я прямые эфиры не провожу для меня вообще все это в новинку не проводила все отлично выключаем комментарии все они на почве не мешают и теперь мы можем пообщаться ну давай начнем со знакомства я думаю это логично да познакомишься привет подписчиками я даша ты тоня где ты живешь где работаешь чем занимаешься сколько лет живу в ижевске живу в ижевске это столица удмуртской республики население где-то примерно сейчас по последним данным 700 тысяч то есть город даже не миллион я вообще по образованию провизор я заканчивала пермскую фармацевтическую академию жила в перми пять лет там я не осталась видимо я патриот своего города вот я вернулась сюда и работаю сейчас медицинским представителем то есть так поясню я продажник во всех смыслах этого слова то есть я продаю информацию о препаратах компании в которой работаю распространяют информацию среди врачей и аптек работа у меня разъездного характера работа ненормированная то есть у меня нет графика такого что вот только с девяти до шести и все и я свободно такого нет я приезжаю домой у меня еще отчеты у меня закрытие дня у меня таблички письма электронная то есть я могу работать но достаточно долго каждый день это выбор без выбора на самом деле то есть так я работаю уже порядка восьми лет и ну это уже как-то вошло в свою колею и это очень привычно сейчас мы живем за городом у меня маленькая дочка ей пять лет зовут варвара она ходит в садик так как мы живем за городом я встаю в шесть утра в семь я бужу ее мы к восьми уезжаем сад я еду на работу и в итоге домой мы возвращаемся получается уже там часов в семь это самое раннее вот как то вот так живем а ты кстати долго в декрете было да очень два с половиной месяца ничего тебе не заскучала прям аж надоело сейчас я отключу то есть я пошла работать два месяца как родила ребенка да ну нужны были деньги в тот момент да наверное да да мы жили с варварой на в однокомнатной квартире это была маленькая квартира общей площадью жилой площадью шестнадцать с половиной квадратных метров то есть это была квартира студия куда помещалась в эту площадь и кухня и спальня и детская мы жили вдвоем да мы жили вдвоем да выбора не было то есть на тот момент мой муж учился он очник вот он учился на очном отделении в другом городе и я понимала что мне нужно поднимать ребенка мне нужно платить за квартиру мне нужно ее одевать кормить ну и себя естественно тоже вот поэтому как только закончился больничный лист по там по беременности и родам да там спустя вот как раз 70 дней после родов я вышла на работу поэтому в декрете я да я сбросила 15 килограмм которые набрала за беременность и вышла на работу я поняла то есть ты все это время работаешь провизором да вот с момента как медицинским представителем медицинским представителем то есть провизор это провизор он работает в аптеки как правило работник первого стола или заведующий аптекой А я работаю медицинским представителем, то есть я езжу по больницам, по аптекам и продвигаю препараты компании. Тебя сложно представить на одном месте, на самом деле, в аптеке где-нибудь, зная твой темперамент. Да, я бы и не смогла. Скажи, пожалуйста, Даша, вот как ты вообще пришла в компанию НЛ? То есть ты работала, да, я поняла, что ты сразу вышла на работу после декрета, да, работала, и каким-то образом ты ведь попала. В компанию, как-то ты узнала, как-то ты пришла, что тебя заинтересовало вообще? Я пришла на продукт. То есть вот сейчас, когда я работаю с командой, когда приходят новенькие, я всегда предлагаю бизнес в первую очередь. Потому что я вообще считаю, если нужно, то нужно идти туда. Вроде нормально слышно? Ну, пока так, с перерывами, вот сейчас нормально. Вот, то есть сейчас, я говорю, когда работаю с новичками в команде, да, со своими девчонками, я всегда говорю, что в сетевой надо идти не только за продуктом, но и за деньгами. Ну, как бы мало пользоваться классным продуктом, надо еще и деньги зарабатывать, да, на этом. Если есть такая возможность, почему от этого отказываться? Хотя сама изначально я пришла в НЛ на продукт. То есть я вообще... У меня есть опыт работы в сетевом. У меня мама очень долгое время занималась сетевым. И я ей помогала. Ничего не получалось. То есть мы были фанатами продукта, но денег не было. То есть старались, что-то делали, пытались продавать. Эффект ноль. Естественно, когда меня заинтересовал продукт, то есть, ну, я натыкалась периодически на Energy Diet и Energy Smart. То есть, ну, просто где-то видела, встречала. Да, в соцсетях. Вот. А мне, как человеку, который ездит постоянно, то есть вот я постоянно передвигаюсь в течение дня, да, мой офис – это моя машина, грубо говоря. Вот. У меня не всегда бывает возможность покушать. Я, как человек с фармацевтическим образованием, да, я понимаю, что это вредно для моего организма, что если я не буду в течение дня кушать, ну, хоть как-то перекусывать, да, вот, это чревато. То есть это гастриты, да, это язвы, это, ну, там, нарушения вообще в принципе, да, и как бы и кожи, и здоровье в целом. Вот. Поэтому... Да, да. Да, а фастфуды – это, ну, как бы крайний случай. Хотя, признаюсь, грешу. Грешу, я же грешу. Вот. Но я понимаю, что это вредно. И кушать каждый день, там, заезжать, допустим, брать кофе с собой, какой-нибудь сэндвич – это не вариант. Поэтому мне нужен был какой-то перекус. Я не такой человек, который будет возить с собой контейнеры с едой. У меня эти контейнеры, они... Извини, учитывая, сколько ты работаешь, как бы сложно представить, когда ты найдешь время там на плиту, когда тебе ребенка из садика забрать, покормить там и так далее. А чего ты сделаешь дома? Ну, это был вообще не вариант. Эти контейнеры, они у меня просто испортились в багажнике. Я бы про них просто забыла, как бы, и все. То есть это вот не мое, как говорят. А вот это питание, энерджи-диет, да, меня заинтересовал в плане того, что я могу взять это с собой, и если я не успеваю пообедать, я могу себе взять этот пакетик смарта, быстро развести его в шейкере, выпить, и все. И супер. И быстро, и вкусно, и, самое главное, полезно. То есть я, когда пришла, я уже на тот момент, я почитала, что это такое. То есть с фармацевтической точки зрения, опять же, да, как бы, ну, раз у меня образование, меня этот продукт полностью устроил. Я поняла, что это безопасно, что это должно быть быстро, и, наверное, должно быть вкусно, потому что, судя по тому, как бы, какие были вкусы, я понимала, что, ну, это должно быть сладко и вкусно. Не судя по островным отзывам сетевиков, да, которые пишут, о, мой любимый продукт. Да, да, да. Вот, поэтому я пришла на продукт. Я помню, мы с тобой очень долго общались, когда первый раз созвонились. Ну, минут сорок разговаривали, мне кажется. Причем по скайпу. Я помню, я сидела в машине и около аптеки. Мы с тобой созвонились и очень долго говорили. А я сидела на полу, кстати, как сейчас помню. У меня были заняты розетки, разрядился телефон, а розетка была внизу свободная. Я села под телевизором, воткнула телефон на зарядку и сидела на полу, чтобы разговаривала. Сорок минут. И тогда, потом, когда ты мне объяснила, что тут что-то еще заработать можно, я, честно скажу, не особо как бы я на это надеялась и, в принципе, сюда за деньгами я изначально не шла. То есть, понятно, что мне вариант того, что я на том, ну, как бы, я могу заработать на том, что я просто куплю что-то, конечно, для меня это плюс. Поэтому, естественно, я зарегистрировалась, как бы, да, как менеджер. Немножко зависла сейчас, Даша. Первый месяц. Все, отвисла. Нормально? Да, да, да. И за первый месяц, просто попользовавшись продуктом, я заработала 4,5 тысячи. То есть, ты просто брала то, что тебе реально надо было, да, в магазине? Да, да. То есть, я не брала ничего лишнего, я ничего не закупала, я там дома склад не устроила. Я взяла просто то, что мне было надо. Ну, там какая-то по мелочи, я помню, я взяла какой-то гель для душа, что ли. Ну, какая-то такая вот мелочевка, которая мне нужна была. Ну, правда, расходы были такие там, помимо коктейлей, да? Косметику? Да, да. Но основное, это было вот питание, потому что, ну, я, в принципе, за ним пришла. Я это все попробовала. Я поняла, что здесь деньги есть. Ну, потому что, работая с мамой в другой, да, сетевой компании, мы за вот эти 15 лет даже, ну, там, трех тысяч не заработали. Именно вот, ну, таких вот наличных, да, которые реальные. Потому что, как правило, в других сетевых компаниях ты получаешь эти деньги просто, ну, там, ты можешь использовать их в качестве скидки, там, при заказе продукции на следующий месяц. То есть, просто так взять их и потратить, да, ты не можешь. Ну, вот, а здесь я заработала 4,5 тысячи. И я такая подумала, блин, если 4,5 есть, наверное, может и больше будет. Если я еще не продавала ничего, да? Да, да. Даша, вот еще хотела спросить, ты стала говорить о сетевом, да, что вот с мамой ты пробовала. Ну, ты совсем, наверное, пробовала, там, ты еще юная была, да, или уже, как, не юная была? Не, я училась в академии на тот момент. То есть, мне сколько там было? Ну, 19-20, где-то так, получается. И вот ты, когда пришла в НЛ, то есть, 19-20 лет ты пробовала, там, да, ну, как бы не особо бизнес какой-то там был. И когда пришла в НЛ, какое у тебя было отношение к сетевому, вот, в целом? Было какое-то разочарование или, типа, да, вот, нечего ловить? Ну, прямо так категорично я не была настроена, что, как бы, нет-нет-нет, сетевой нет никогда ни за что, да, потому что я понимаю прекрасно, работая в продажах, опять же, да, что мы все, по факту, работаем в сетевом. Ну, то есть, вот, я же не просто так начала говорить о том, что я работаю в фармацевтической компании, и я продаю информацию, ну, как бы, в хорошем, да, смысле этого слова, то есть, я продаю информацию о препаратах компании, в которой я работаю. То есть, по большому счету, я занимаюсь продвижением продукции, которую производит компания фармацевтическая. Причем это достаточно известные такие марки, которые в аптеках продаются, я знаю. Да, да, в том-то и дело, да. Вот, причем... То есть, по-моему, это ходячая реклама такая. Ты приходишь, рассказываешь о препаратах, и от тебя зависит, сколько потом в компании закажут... Товарооборот. Да, да, какой бы товарооборот, сколько закажут этих лекарств после. Да. То есть, собственно говоря, я делаю продажи компании. Просто в чем разница, допустим, работы вот в найм, да, вот, ну, в частности, моей там, да, ну, или, я думаю, если сейчас есть люди, которые работают в найм в продажах, как бы, они понимают, о чем я тоже говорю, потому что смысл один и тот же абсолютно. Вот, то есть, в чем разница? Вы, допустим, можете продавать на несколько миллионов рублей, там, в месяц. Машины. Прямо огромное количество. Да, например, машины или там какие-то препараты, которые дорогостоящие. Или, может быть, даже недорогостоящие препараты, но в промышленных масштабах. Ну, потому что препараты раскрученные, да, и они хорошо продаются. А вы получаете, вы по факту, ну, в среднем где-то, ну, меньше одного процента. Это ваша зарплата. Вот это ваша, там, себестоимость. Все остальное компания платит, там, за рекламу, за доставку, за логистику, за склады, за снабжение, за, ну, естественно, зарплату всем остальным работникам, да, получается. Вот. В сетевом же по-другому, ну, вот, в частности, в НЛ у нас. Совершенно по-другому. Ты продаешь на миллионы, и ты получаешь при этом миллионы. Да. То есть в обычной... Конечно. За счет того, как просто нет вот этой рекламы по телевидению там и так далее. Все идет из уст в уста. Да, да. Вот. И поэтому здесь преимуществ, как бы, намного в этом плане больше. То есть возможностей больше, денег заработать можно больше. При тех же оборотах, которые ты можешь создать даже в найме, ты здесь заработаешь, там, не один процент, а двадцать пять процентов. То есть вот разница, она... Это преимущество. Небо и земля. То есть ты даже в первый месяц, да, получается, ты пришла, и в первый месяц ты поняла, что деньги есть. Загорелась ты... Вот именно бизнесом ты загорелась, получается, по стечении первого месяца, да? Ты зарегистрировалась там, взяла себе продукт. Да, да. То есть в первый месяц я как бы, ну, я решила попробовать продукт, вот. И, собственно говоря, я говорю, на деньги я не рассчитывала. То есть раз горький опыт был, что в сетевом, как бы, денег нет, да, то тут я тоже думала, что их нет. Ну, так многие, кстати, думают. Мне многие пишут там из других сетевых, ну, не будем называть там, да, компании. Но пишут, я была там, не заработала, я была там, я там накупила косметики, например, у меня дома целый склад косметики там и так далее. Вот, и я всегда говорю о том, что сетевой, сетевому рознь. Вот ты тоже живой этому пример. Да, однозначно. Да, вот когда ты загорелась бизнесом на второй месяц, да, ты же стала наверняка кому-то что-то говорить, там, что ты в НЛ, там, да, рассказывать будем о бизнесе. Как у тебя относились вообще близкие, знакомые твои? Типа, а, сетевуха! Было такое? Вообще, вообще, первая, к кому я пришла, это была моя подруга. Я эту встречу, мне кажется, буду помнить всю жизнь, и мы с ней будем ее очень долго вспоминать. Первую встречу все вспоминают, мне кажется, свою. Наверное. Вот, я к ней пришла и начала рассказывать, что вот, ты знаешь, у меня вот такая компания, вот мне так интересно стало, я хочу попробовать. Взяла себе там из продукции, мне так понравилось. Она так сидела у меня, слушала, слушала, так смотрела на меня, такая, попробуй. И потом, спустя какое-то время, она со мной не пошла. То есть, ну, мы дружим с ней 15 лет уже, даже сейчас, ну, на сегодняшний момент уже больше. Вот. Она со мной не пошла, она отказалась, сказала, ну, как бы, ты попробуй, я нет. И потом уже, спустя какое-то время, она говорит, у меня единственная мысль была, опять куда-то вляпалась. Сказать, что прям вот как-то поддержали и с распростертыми объятиями, да, конечно, давай мы с тобой в команду, но поначалу нет, не было. Не хватало опыта, не хватало информации, не хватало уверенности в том, что это действительно работает. Ну, потому что сомнения в том, что это есть, ну, они были, да. Ну, понятно, у тебя после, там, предыдущего опыта у тебя была неуверенность некая, что, там, сейчас все тут выстрелит, да, и вроде как ты тут первые деньги почувствовала, но еще не прям, чтобы вау, да, там. Да, то есть, ну, такого результата прямо, ну, что такое, там, четыре с половиной тысячи, да, я, конечно, понимаю, что у нас в городе зарплата маленькая достаточно, то есть у нас средняя зарплата в Ижевске где-то порядка, там, ну, двадцати-двадцати-пяти тысяч, плюс-минус. То есть, ну, что это, да, это вообще ни о чем. Я вот сейчас с девчонками общаюсь, у них детские, вот в декрете они сидят, там, четыре-пять тысяч. Что это вообще? Ну, вот, ты, между прочим, как детские, да, заработала? Ну, так. Поэтому, как бы, поначалу, нет. Первый человек, который отреагировал достаточно позитивно, вот, была девочка, я к ней пришла просто в гости, рассказала, она говорит, я слышала про питание, я слышала, что есть такая компания у нас, и тогда, я помню, был первый заказ. Она у меня взяла Energy Diet капучино в банке, она говорит, это прям, говорят, вкусный-вкусный. То есть, она слышала, но она никогда не пробовала. И первую вот банку, которую она взяла, она попробовала у меня. Вот. Работать она со мной не пошла в команду, она занимается кристаллами Сваровски, украшениями, делает вот все-все-все кристаллы. Вот. Но она до сих пор мой клиент. То есть, она пользуется продуктом, она через меня берет, вот, ей очень нравится. Работать, она говорит, я вот нашла себя вот в этом, как бы, и вот занимаюсь этим. Вот, кстати, извини, что перебиваю, ты очень хороший пример адекватного человека, кто занимается сетевым бизнесом, потому что я сталкивалась с разными, да, ситуациями. Есть сетевики, которые там, вот, друзья в команду не идут, они такие, все, ты мне больше не друг, будь ты проклят. Ну, как бы, это неадекват, я считаю, поэтому портится впечатление часто о сетевом бизнесе, да, там, в целом, о сетевиках. Вот, пожалуйста, живой пример адекватного человека. Ну, не пошел человек со мной в команду, ну, и не пошел, да, занимается своим делом, заказывает продукты периодически. Мы до сих пор прекрасно общаемся, мы можем сходить попить кофе и даже не поговорить о работе, в принципе, то есть, что ее, что моей. Вот, и потом, кстати, вот, я же подругу с собой, ну, как бы, не потянула, хотя для меня, ну, чтобы вот подруга была со мной в бизнесе, это было принципиально. То есть, ну, как это так, мы с тобой 15 лет дружим, мы друг друга во всем поддерживаем, огонь, воду и медные трубы вместе прошли, а ты со мной в бизнес не идешь. Ну, что, я одна тут шишек набиваю, что ли, буду? Вот, а она пришла сама спустя 4 месяца. Ну, то есть, ты тоже не стала насиловать ей мозг, да? Нет. Ты как бы так звала ее периодически, да, и показывала, наверное, результат, что показывала ей. Она просто наблюдала, то есть, я не афишировала как-то работу в НЛ через соцсети, вот, до какого-то момента. Да, у меня подписчиков-то было там в том же Инстаграме, когда я начала его вести, ну, вот, когда я начала работать в НЛ, их было, мне кажется, человек 200. Вот как-то. Не может быть, ты не популярный блогер, Даша? Нет. А ты знаешь, что непопулярные блогеры не могут состояться в НЛ? Серьезно? Это, кстати, тоже частое заблуждение, когда мне пишут, ну, вот, только блогеры в НЛ же могут состояться. Я говорю, с чего вообще, с чего люди это берут? От незнания. Вообще нет, вообще нет. Есть люди, которые без Инстаграма начинают продавать так, что потом они просто уже, когда выходят в Инстаграм, у них уже есть куча там своих клиентов, уже построенная команда, и они такие, о, еще же Инстаграм можно. Точно. Пойду-ка я еще в Инстаграм. Вот, поэтому количество подписчиков в соцсети это точно не показатель совершенно. Ты вообще работала через соцсети вначале? Нет. У меня руководитель по моей основной работе была подписана на меня в Инстаграм. Я помню. Вот, и поэтому, ну, руководитель руководителю рознь. И я не знала, как она отреагирует на то, что я, допустим, буду в течение, там, дня выкладывать посты или сторис, да, там, с продуктом. Вот, поэтому я вообще ничего не выкладывала в Инстаграме из, вот, ну, по продукции и по бизнесу. То есть это было параллельно. Со своими, там, знакомыми, со знакомыми и знакомых, и вот, как в старые добрые времена. Да, только без клетчатых сумок и без каталогов. Даша, а скажи, вот, когда ты, например, сталкивалась, ну, с каким-то непониманием, там, или неодобрением бизнеса, как ты реагировала? Было ли такое, что хотелось, там, ну, в руки опускались или еще что-то, или было вот вообще кофиг ровно? Ну, общественное мнение, ну, я как-то на него особо никогда вот так не реагировала. Ну, так, чтобы, знаешь, мне сказали, Даша, ну, это же все фигня. Я сложности не боюсь. То есть, да, бывает страшно, но я по себе знаю, когда я делаю что-то, ну, как это модно говорить у сетевиков, выйди из зоны комфорта. Да. Вот, то есть, когда я делаю что-то, что мне непривычное, то есть, что-то новое для меня, в какой-то степени, может быть, я и рискую, но чаще всего все получается. Поэтому, и еще момент того, что я пока не попробую, то есть, кто что бы мне ни говорил, что это не работает, это не получится, туда не ходи, это плохо, это невкусно, ну, то есть, вот всего касается, да, в жизни, и точно так же в сетевом, мне надо попробовать. То есть, вот я попробовала, я поняла, что это вкусно или невкусно, это работает или не работает. И вот тогда уже свой вывод сделала. А делать выводы на заключение других людей? Нет. Руки опускаются порой. Да, говори. Говори. Да, да, извините. Говори, говори, я слушаю. Ну, вот меня же не остановить, ты знаешь, я же говорить начинаю. Руки, знаешь, когда опускаются, когда просто наваливается все. Ну, то есть, когда в какой-то момент становится всего слишком много. Ну, вот тяжело. Потому что основная работа, она есть, ее никто не отменял. Сейчас команда в НЛ растет, как бы с каждым днем, да, она все больше и больше. Естественно, на это тоже уходит время. Плюс у меня дочка, 5 лет, ей, естественно, надо уделять внимание. Как бы без этого никак. Плюс свой дом. То есть, у кого есть свой дом, они прекрасно понимают, что это такое. Тем более, у тебя нет никаких там домработниц и так далее, по двору, по дому. То есть, все у нас. Нет, нет. То есть, бабушки, дедушки со мной тоже не живут. То есть, так, чтобы вот оставить там ребенка, да, и я пошла там своими делами заниматься и тусить куда-нибудь. Нет. Вот. Поэтому бывает такое, что так, устала. А потом, понимаешь, ради чего ты это все делаешь. И понимаешь, что сейчас надо поработать, немножко больше уделить этому времени. Мне, может быть, там, лишний раз телек не посмотреть или там лишний раз там... Я говорю, сериальчики не посмотреть. Ленту Инстаграма. Да, да. Да, да. Приходит уже работать. И все. И как бы находится сразу время на то, что важно. То есть, ты уже приоритеты просто расставляешь. И потом новый глоток, новый вдох и вперед. Ну да, то есть, когда ты понимаешь, для чего тебе это, когда есть цель определенная, то тогда, конечно, жить становится проще. А вот поначалу ты как совмещала вообще? Вот ты работала, да, там, на своей работе. Сколько ты уделяла времени вот в начале, в первые месяцы? В первые месяцы совсем немного. То есть, вот если там, ну, прям вот по-честному, да, как бы... А ну-ка, скажи, сколько уделяла? Знаете, как... Впервые за все время. Чистосердечное призвание в прямом эфире. Я же говорила, все будет откровенно. Ну. Вот. Я уделяла времени даже не в днях. Ну, то есть, я не могу сказать, что час каждый день я уделяла НЛ. Угу. Ага. Ну, поначалу, когда команды еще нет, то есть, надо же кучу усилий прикладывать, да, а у тебя есть основная работа, и ты вроде как, ну, еще и не особо для себя принял решение, что, да, надо вот этот бизнес построить. Ну, как бы, результата же как такового еще нет. В первую очередь, что подпитываешь. Кормит для работы? Да. Основные деньги я получала со своей основной работы. Какого-то огромного преимущества в НЛ в плане материальном я не видела. Ну, да, круто, я хожу в магазин, я экономлю свое время. То есть, вот, как раз к слову о том, где найти время. НЛ вам дает возможность сэкономить это время. Вы сделали заказ в интернет-магазине, вы потом съездили, все, с копом забрали, домой привезли, и все. Угу. То есть, мое время, оно очень классно экономилось в плане того, что я не должна была идти в магазин, там, что-то долго выбирать, ходить вокруг этих полок. Вот. Это было для меня удобно. Ну, да, и в плане еды тоже, кстати, ты себе, там, коктейли заказала на перекусы, да, и потом, когда ты едешь, так, работаешь по аптекам, там, и так далее, там, заезжаешь, там, в медицинские какие-то учреждения, да, ты не ищешь так, сколько бы мне поесть, куда бы мне зайти, ты себе замиксовала, там, на ходу. И все, тоже комиксовала. Да, да, то есть я пока еду между, там, одной точкой и второй, я быстро развела себе коктейль, я сэкономила и время, и у меня появилось дополнительное время, чтобы, там, ну, я же никуда уже не заехала, там, да, чтобы пообедать, то есть у меня появилось дополнительное время, чтобы, там, сделать свои дела или, там, сделать сверх своей основной работы. Потом, постепенно, когда появилась команда, первый менеджер в моей структуре, знакомый очень многим, Ната Орешек, Наташа. Много мама, которая. Да, много мама, ну, вот. Это первый человек в моей команде, и я очень рада, что мы до сих пор вместе работаем. Она первая, кто поверила, которая схватилась за эту идею, вот. И мы с ней вместе, я помню, как мы репетировали друг другу, там, встречи, звонки, то есть мотивировали друг друга поначалу, как, что, как, какие-то проблемы. Стоятом и с тобой, да? Да, да. Вот, естественно. Со временем, конечно, стало уже больше уделять времени НЛ именно еще и, в частности, благодаря тому, что появился первый менеджер, да, потом второй менеджер, так, постепенно, постепенно. Вот. И то, что подтолкнуло для дальнейшего роста какого-то истремления, ну, что-то там какие-то закрывать, да, обороты, получать больше денег, нормальная первая зарплата. Ну, то есть я заработала, там, 10 тысяч, я такая думаю, хм, было 4, потом 10, можно 15, можно 20, можно больше. Вау! А я человек, ничем не отличающийся от всех остальных, я живу в ипотеку, то есть у меня дом и у меня ипотека. Вот, и... То же самое. Да. Ну, в плане вот... Сама построила дом. Я его сама построила. Ну, то есть у нас была маленькая квартира вот эта вот, и я нашла компанию, которая в счет моей квартиры как бы строит дом. То есть они у меня выкупили квартиру, я на оставшуюся часть дома там взяла ипотеку. Вот, пока мы жили с Варей в квартире маленькой, они нам строили дом. Ну, естественно, я ездила, контролировала, как бы были люди, которые мне помогали, я им безумно благодарна, я всю жизнь буду благодарна, которые меня поддерживали. Вот. Был момент даже, когда мне дом этот достраивали, и я думала, сейчас достроят, я его сожгу просто. То есть столько нервов я потратила, что... Я, наверное, никогда в жизни не решусь больше на то, чтобы сама без вот какой-либо такой вот поддержки строить дом. Сильная русская женщина, да? Вот все взяла в свои руки, дом построила. Ну, поэтому у меня ипотека. 35 тысяч в месяц у меня уходит на мои кредиты. Вот. И я понимала, что, ну, где-то приходится себя ущемлять в чем-то. Да, то есть, да, я работаю на основной работе, да, я получаю зарплату выше среднего, да, у нас в городе. Ну, при этом, учитывая, что у меня вот такие кредиты, как бы приходится, ну, так вот, прям вот подприжаться. Ну, со временем я поняла, что... Да, да, да. Ну, вот. Причем, ну, есть же еще ребенок, и она же девочка, она растет, ей хочется там платьишки, куфельки, сапожки, куколки, да, то есть там вообще. Поэтому я поняла, что, в принципе, в дальнейшем НЛ может стать для меня вот этой возможностью гасить кредиты мои. Поначалу я, получается, только зарабатывала, ну, как бы, ну, там, чуть-чуть для себя, да, вот. Сейчас я зарабатываю в НЛ где-то в среднем 40-50 тысяч в месяц. Это дает возможность мне закрывать кредит, оставлять полностью зарплату, которая у меня с основной работы, на свои нужды, вот, на жизнь, на отдых на какой-то, на какие-то покупки, на все, что угодно, вот. И плюс у меня еще остается, после того, как я гашу кредит с НЛ, то есть у меня еще остается платье, да. На маникюр там, не знаю, с ребенком куда-то сходить и так далее. Да, да, да. Ты, получается, пришла вообще на продукт, в итоге потом подумала, что можно зарабатывать там не 4 тысячи, а 8-10, потом 15, сейчас уже у тебя доход уже свыше 40, это на минуточку две средних зарплаты в Джевске, да, в вашем городе? Две таких средних зарплаты. Да, получается, так. Да, да, или зарплата выше среднего, да. Ну, а сейчас как планка растет? Дальше. Ну, естественно. Во-первых, у меня есть... Связь, да, зависает? Да, да. Сейчас у меня есть пример того, что в компании можно не просто деньги зарабатывать, а зарабатывать уже хорошие деньги и еще и машину получать. Да? Да? Да, Тоня? Да, да. Это очень интересно. Поэтому первоочередная цель – это выйти на доход, ну, хотя бы 150-200 в месяц, вот, и получить Мерседес от компании. Я ж уже знаю, какого цвета он будет и с какими буквами. Я вот, да, я представляю. Мы когда пришли в компанию, я тоже с самого начала, я уже думала, представляла, как это все будет. Ну, то есть, вот, мамочки, которые, например, да, воспитывают ребенка, работают. Я часто слышу о том, что нет времени, да. Нет времени, у меня нет времени, там, не знаю, голову помыть. Нет времени ни на что, а НЛ так тем более нет времени. Вот что ты можешь сказать всем мамам, как мама, да, которая еще и работает, не сидит там дома даже? Ну, в первую очередь, как я думаю, да, то есть надо сознаться самой себе, что когда мы говорим, у меня нет времени, я там не могу голову помыть, я не могу покушать, приготовить, я там, ну, утрированно, да, уже хожу неделю в одном платье, потому что я не успеваю постирать. То есть, это, ну, жалость к себе, что ли, давайте, девочки, будем честны. То есть, если вы хотите действительно, вот, я всегда хочу чего-то большего, чем есть сейчас. Я думаю, что есть такие, кто тоже хочет так же. Для себя, для ребенка, для жизни. Но, в конце концов, НЛ дает возможность вот сейчас поработать, а потом оставить эту основную работу. Заниматься ребенком, заниматься любимым делом, зарабатывать хорошие деньги. Где еще есть такие возможности? Каждый хочет готовый бизнес. Вот я с кем не разговариваю, я говорю, блин, вот мне бы вообще что-нибудь свое. Вот чтобы не работать ни на какого, ни на дядю, ни на тетю, вот что-нибудь бы свое. Я так хочу что-нибудь свое. Так вот, НЛ как одна из возможностей, причем очень простых, вот элементарных прям возможностей заиметь свой бизнес. Причем риск есть один. Есть главный риск, все-таки, Даш, чем рискует каждая, например, женщина. Это лишиться просмотра любимых сериалов. Вот говорят риск. Я просто, я сериалы, я, наверное, смотрела, когда вот только в декрет вышла. То есть я работала вплоть до 30, по-моему, двух недель беременности. Мало того, у меня было уже 36 недель, ко мне приехал руководитель, это было лето, был август, то есть за месяц ровно до рождения Варвары. Он приехал, позвонил мне, говорил, Даш, я знаю, что ты в декрете, ну, блин, давай съездим по врачам. Ну, так надо. Живот на лоб почти лезет уже. Давай съездим по врачам. Ну, прям надо. Ну, так, как бы никто ни о ком не думает на самом деле. Все думают, вот, когда работает, все думают о прибыли предприятия. Вот, кстати, действительно так. В НЛ ты сам для себя как бы выбираешь, сколько времени ты этому можешь уделять. Вот в этом плане тоже проще. То есть ты сам для себя решаешь. Просто нужно понимать, что чем больше ты времени сюда выделишь из своего плотного графика, там, да, просмотра сериалов или, там, чтение книг, там, просто вот детективов, там, вот кто-то бывает, зачитывается, да. Книги читать надо. Но, как бы, когда это вот тоже какая-то грать должна быть. Когда ты выделяешь чуть больше времени, то и результат будет быстрее. Вот. Если ты уделяешь меньше этому... На тебя золото... Сейчас, сейчас, зависла. Вот, сейчас появляется картинка. Все, появилась. Да, у тебя тоже. Времени не... Да, да, да. Выделяешь? Слышно? Ну, пропадает опять. Подождем. Зависла. Блин, сейчас, вот, появилась. Да, давай, у нас связь зависает. Давай мы... Ты меня тоже не очень хорошо видишь, да, или нормально? Да, я тебя не очень хорошо вижу. Давай, да, мы подытожим, что ты хотела сказать. И будем, наверное, завершать, да, потому что у нас так с перегоями. Хорошо. То есть, если уделять бизнесу столько времени, сколько ты можешь, то ты сможешь скорректировать и свою основную работу, и времяпрепровождение с ребенком в том числе. В этом и прелесть сетевого, что ты не привязан. К тому же, у нас куча материалов для работы удаленно. Любой. Абсолютно. Абсолютно. Доказательство. Доказательство тому, что можно из любого города работать. Абсолютно. Мы не должны быть в одном городе обязательно, рядышком. Все делается онлайн. Да. Поэтому, девчонки, и не только девчонки, кому интересен бизнес, можете писать Дашу. Это лидер команды. Она всему научит. Все подскажет, скинет все материалы абсолютно. Можно из прямого эфира, наверное, не знаю, нельзя к тебе перейти, но из моих сторис перейти можно. Я там сегодня Дашу отмечала и добавляла пост, где мы вместе. Так что можете писать Даши в директ и приходите к нам в команду, короче. Всех ждем. Да, welcome. Welcome to Saint-Tropez. Вместе потом будем. Обязательно. Хорошо, Дашуль, я тебя очень была рада видеть. Спасибо за то, что ты искренне поделилась своей такой историей, как у тебя это все было. Я думаю, что многим было очень интересно. И вот смотрю, нас сейчас смотрит больше ста человек. Думаю, что было интересно. Ничего себе. Я рада, если кому-то было полезно что-то. Спасибо огромное. Тебе, Тоня, спасибо. Есть над чем подумать. И давай мы с тобой сделаем сейчас селфи совместное, улыбочку. Смотрим в камеру. Так, вроде бы есть. Еще раз. Не смазано? Не знаю. Так вот сейчас фоткаемся. Пока на нас смотрят. Все, Дашуль, давай пока. Спишемся в WhatsApp. Пишите все Даши. Так. Спасибо. Продолжение следует...